Он благодарен, что Он приглашен сюда, и Он может быть здесь. Это великое время быть в Господе, потому что те, кто знает Слово, то знают эти люди, что мы находимся во времени. Это время великого испытания и движения, и проявления Святого Духа. Мы не ходим видением, друзья. Библия говорит, мы ходим верой. Мы знаем, что Исаия пророчествовал об этих временах. В главе 60. И тогда в 61 главе Он прямо пророчествовал то, что Иисус Христос сказал в синагоге. И после особенного времени поста и пустыни, Он пришел в синагогу, в свой город. Он вышел, и Ему предложили почитать. И Он стал читать из Исаии. И Он сказал прямо Слово из Исаии, что Дух Господен на мне. Потому что Он помазал меня благовествовать добрую весть нищим. Послал меня исцелять разбитые жизни, разбитые сердца. Проповедовать освобождение узникам. И исцеление слепым. И сказать узникам из темницы, чтобы они выходили из темницы. И проповедовать лето Господне благоприятное. И тогда Он сказал им, Иисус сказал Своим односельчанам, вот этот день, вот это местописание исполнилось. И так местописания должны быть исполнены. И в Деянии апостолов во второй главе Господь говорит, я и залью Духа Святого на всякую плоть в последние дни. И Он рассказывает о том, как молодежь будет видеть видение, как пожилые люди будут видеть сновидение. И мы в этом времени находимся сейчас. В это время, о котором пророчествовал Исаия, в 60-й главе, Он сказал, восстань и светись. Что это означает светись? Сияй. Это значит подняться, и чтобы Твое присутствие и Твоя слава была видна. Чтобы Твое влияние стало известным. И это влияние, это Христос. И свет написано, ибо свет Твой взошел над Тобой. И слава Господня взошла над Тобой. Она на Тебе, над Тобой. И дальше сказано, что ибо тьма покроет народы, и темнота, мрак. Это люди этого мира. Но. Но сказано, что над Тобой воссияет Господь. И Его слава будет сиять над Тобой. И тогда придут язычники, то есть языческие народы к свету Твоему. И цари земли придут к восходящему над Тобой сиянию. Вы видите две вещи происходящие. Свет и тьма. И свет сияет посреди тьмы. И здесь также появляется слово «слава». Что слава восстанет, именно Божье присутствие. И эта слава будет видимой. Что такое Божья слава? Это Его присутствие явное и Его силы. И мы ищем то время, в которое сила и слава будет проявлено на земле. И как верующие, мы не должны быть сфокусированы на мраке, на темноте. Мы должны быть сфокусированы и сосредоточены на свете. Господь говорит, что тьма не коснется нас, то есть она не захватит нас, мрак. Потому что наш свет пришел. Мы ходим во свете. Наш свет — это Иисуса Христа Царства. А тьма — это власть сатаны. И много лет назад Дух Святой дал мне эту весть, что у верующих у них содержание другое. Верующие не делятся и не имеют такую судьбу, как все другие. Позвольте рассказать. Когда дети Израиля выходили из Египта, и тогда казни пришли на Египт, но ни один из израильтян не был под влиянием того мрака. И когда вы видите то, что происходит вокруг, вы должны понять, что ваше содержание, ваше благословение, оно другое, чем состояние мира. Это не ваше наследие — иметь COVID-19. Потому что вы принадлежите другому царству. Вы не в царстве сатаны. Но в Колоссянам 1.13 сказано, что Отец избавил нас от власти тьмы и перевел нас или вывел нас в царство возлюбленного Сына Своего. И вам нужно это понимать в вашем духе что вы находитесь в Божьем царстве, оно внутри вас. Что это значит? Это значит, что дьявол не имеет на тебя права. Он не имеет права атаковать тебя. Но верующие должны это знать. Поэтому я хочу посвятить послание сегодня «Как ходить в силе и власти» Духа Святого. И мы имеем эту силу. Мы имеем эту власть. Но у многих верующих нет этого откровения о власти и о силе данной Господа. Свет в этой комнате. И вы знаете, что он влияет на нас. Если убрать весь свет, тогда появится тьма. Поэтому свет имеет способность подавлять темноту. Разрушать. Свет имеет такой эффект, чтобы минимизировать темноту. Или свет над тьмой правит. Или свет удерживает темноту в стороне. И мы с вами являемся светом. Мы являемся светом Господа. И нам нужно знать, что наше содержание, содержимое, оно другое. И нам нужно понимать, что COVID-19 не является твоим содержимым. Вы знаете, проблемы придут. Но когда они приходят, многие верующие не знают, на самом деле, кто же они есть на самом деле. И они часто не знают и не подозревают, что Иисус Христос сделал для них. В Галатам 3, и стих 13, апостол Павел нам нечто говорит. Он говорит, что Христос имеет, Он искупил нас от власти закона, сделавшись за нас проклятием. Скажу по-другому. Иисус взял на Себя проклятие закона, чтобы забрать вот это проклятие закона от нас. Большинство времени, когда мы говорим о кресте, тогда мы, конечно же, говорим о том, что крови Христа, которая была пролита. Но не только кровь была пролита на кресте. Когда Христос висел на кресте, Он был прибит туда. Он был также как бы проклят, висящий на древе. Как Он стал проклятым или проклятым за нас? Говорится во Второзаконии в 21-й главе, и 22 и 23 стих, Слово говорит нам, что кто бы ни был повешен на дереве, он проклят, считается проклятым. Вот это проклятие, оно было объявлено Господом. И поэтому у человека тело не должно было оставаться там до вечера, чтобы это проклятие не влияло, не распространилось. Пока свет есть, тело должно быть снято. Пока Иисус Христос висит на кресте, и два разбойника висели справа и лево, то воины Рима, они проверяли распитых, мертвы ли они уже или живы. И когда они подошли к телу Иисуса, Его тело было мертво. А два разбойника, которые были по правую и по левую сторону, они не были мертвы. И поэтому они сокрушили, воины сокрушили их кости, сломали, чтобы они обвисли и умерли. Почему они это делали? Чтобы ускорить их смерть, чтобы они не могли держаться уже на ногах. И потому что они не хотели оставлять тела в темноте. То есть пока был свет, пока не наступила тьма, нужно обязательно снять. Поэтому эти тела должны были быть опущены на землю. А поэтому Слово говорит, что... Да, чтобы земля не была проклята. Итак, нельзя было оставлять этих людей под проклятием на ночь. Потому что кто бы ни висел ночью, он будет проклят. И когда Христос висел на том кресте, Он взял или искупил проклятие закона за тебя и за меня. Он взял на себя. Проблема есть, что многие христиане, они никогда даже не проверили, что же есть проклятие закона. Они не знают, что такое проклятие. Они читают Галатам 3.13, Но если мы спросим их, Скажите, о чем говорит проклятие вообще? Но христиане многие не читали об этом. Но если ты читаешь о проклятии, там говорится о проклятиях, очень много перечисляется в книге Второзакония. Говорится о болезнях, о проблемах урожая, во всем. Но если конкретно, если вы посмотрите 28 главу Второзакония, 59 стих, то сказано, что закон принесет тебя вместо хорошее, доброе, и принесет тебя вместо... He says, great plagues of long continuance, and sore sicknesses, whereof thou canst not be healed. И я сейчас прочитаю это дословно, чтобы быть более... I will just read, because it will be more right. It's only chapter 28, verse 59, in fact you can read verse 59 to 61. Значит, 28 глава Второзакония, с 59 до 61 стих. Мы прочитаем, чтобы быть более точным. Verse 59 to 61. This one with 28. Yes, 28, yes, and 59. Да, и здесь написано, то поразит тебя Господь, и потомство твое необычайными язвами великими, язвами великими и постоянными, болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. То есть это такое проклятие, говорит. И здесь, да, подчеркивается даже, что все болезни египетские, то есть когда народ отойдет от Господа, уйдет, оставит его, перестанет слушаться глаза, тогда вот эти проклятия ожидали. И сказано, что каждая болезнь и каждая язва, да, каждая, всякую болезнь и всякую язву, которая даже не написана в книге, в книге закона, это даже такие болезни придут, которых даже не написано. И поэтому он говорит об этой вирусе, об ковиде, да, что это то же самое, что то, о чем не написано в книге. Что хочется ему сказать, что Иисус Христос искупил нас от тех болезней, которые не написаны в книге, то есть от всех болезней, в том числе от ковида. Это не то, что Господь вот сейчас будет делать, Он начнет нас выкупать из этого. Это то, что Он уже сделал, что Он уже сделал, вися на кресте, когда тело было распито и проклято за тебя. Что это означает? Это просто означает, что ковид-19 не имеет права на тебя, потому что ты искуплен от закона. Потому что ты искуплен от закона. Потому что мы выкуплены от проклятия закона. Слава Господу! И добрая вещь заключается в том, что Бог послал Иисуса, который искупил тебя, и когда Он воскрес из мертвого, то Бог дал Иисусу всю власть и всю силу. Другими словами, никакая другая сила, никакая другая власть не может Иисуса Христа как бы заставить или развернуть Господа от тебя. Хочу сказать еще раз. Когда Христос воскрес из мертвого, после того, как Он искупил тебя от проклятия закона, тогда Отец передал Ему всю власть и всю силу, которую Он имеет Сам. Это значит, что нет никакой другой силы, которая могла бы волю Господа отвести от твоей жизни благую волю. Таким путем, на самом деле, вирус не имеет власть над тобой до тех пор, пока ты позволяешь Ему это, или пока ты не обнаруживаешь, что ты имеешь во Христе, победу. Если ты пренебрегаешь, не знаешь, что Иисус сделал, тогда вирус атакует. Вы знаете, что многие люди, христиане, что Иисус умер за наши грехи. Но это не все, что сделал наш Господь. Он не только умер за наши грехи. Он также искупил тебя от всякой болезни и всякой язвы. Аминь. Это значит, что сатана фактически не имеет права, он не имеет власть, он не имеет документа и удостоверения никакого принести эту немощь или другую болезнь на тебя. Но если вы этого не знаете, если вы не познаете это, тогда вы принимаете атаки и болезни, которые уже фактически не являются вашим содержанием. Позвольте еще раз если вы не знаете, что Иисус сделал, тогда ты принимаешь неправильные вещи в своей жизни, в свое тело. Тогда ты принимаешь те вещи, которые уже не являются твоей судьбой. Но потому что Христос искупил тебя от этого проклятия, то Господь не будет использовать этот ковид, чтобы тебя испытывать. Если кто-нибудь сказал тебе, что Бог это хочет использовать против тебя, нет, это неправда. Потому что Господь, Он позволил Иисусу Христу понести твои болезни, твои немощи. Он уже взял на себя твои немощи и понес твои болезни. Но тебе нужно это знать, понимать это и верить, что Христос, Он искупил тебя от проклятия закона. И никто не может иметь большую силу, чтобы отвратить или как бы изменить план Божий или благословение Божие над твоей жизнью. Давайте верить. И давайте не принимать болезнь. Нечто я научился о законе. Что ничего не может быть принято, не может ничего прийти без нашего принятия. Когда они пытались бросить в камни в Иисуса Христа, когда он не принимал этого, это не действовало. Когда они хотели его выгнать, сбросить с горы в Назарете, но Слово говорит нам, что он прошел среди них, он ушел, удалился. Поэтому, знаете, Бог не то, чтобы хочет тебя вот именно испытать и проверить тебя. Он запрещал духам, он запрещал болезни. Потому что это не его содержание. Это не его содержимое. Это не его судьба. Поэтому тебе нужно знать, что не принадлежит тебе, тогда это не будет больше своим содержимым. Поэтому, когда вот эта болезнь, зараза пришла, что многие верующие приняли то, что уже фактически им не принадлежит. Потому что две тысячи лет тому назад, когда Христос висел на том кресте, Он искупил нас и от этой болезни, от ковида. Он искупил нас от рака. Он искупил нас от болезни печени, от сердечных проблем. Он исцелил нас от болезни крови. Он искупил нас от всех болезней. От каждой болезни, от каждого заболевания. Сатана знает это, но он не придет и не скажет тебе, слушай, ты уже искуплен. Ты должен сам это понять и получить откровение, что Христос искупил тебя. Поэтому, когда ты идешь перед троном Божьим и говоришь, Отец, и скажешь, Отец, я получил вирус, ковида. То Отец может сказать тебе, а зачем ты позволил этому прийти на тебя? И Отец скажет на небе, что разве ты не знаешь, что мой Иисус искупил тебя от этой болезни? И тогда Небесный Отец спросит тебя вопрос. Он спросит тебя, почему ты принял то, что уже больше не является твоим наследием? А мы скажем, Отец, ну что ты имеешь в виду? И Господь тогда скажет, разве ты не читал мое слово, что Иисус искупил тебя на кресте? Что болезнь фактически это не имеет права на тебя. Она не имеет законного права на тебя. Он должен пройти мимо тебя, ибо ты был искуплен. Когда истерильтяне были в Египте, и когда каждый египтянин, первенец, умер, то Ангел Смерти не вошел в дома израильских детей. Он прошел, миновал их дом. Почему? Потому что их благословение было другое, кровь была на их домах. Господь никогда не ставит своих детей в ту же самую группу, как и других людей. Если ты во Христе, тогда твое благословение или твое содержание оно другое. Твое благословение не должно быть таким же, как те люди, которые не знают Бога и находятся на улице. Почему? Потому что ты родился от Господа. Ты принял Христа. И Христос перенес тебя в свое небесное Царство. Люди на улице находятся, они все еще находятся в Царстве под влиянием Царства Сатаны. Но ты находишься в Царстве Господа. Ты больше не принадлежишь в Царство Тьмы. Поэтому, когда враг послал COVID-19, это не для тебя. Тебе нужно сказать Сатане, у меня другое. Я избавлен от этого. Я противостою этому. Больше ты не являешься моим бизнесом. Я больше не твоя собственность. Потому что кровь Иисуса купила нас. Она выкупила и наш дух, и наше тело. Когда ты покупаешь новое здание, когда ты покупаешь или когда ты покупаешь собственную землю, что прежний владелец земли, он уже не может идти к тебе на эту землю и чувствовать себя свободно. Потому что больше он уже не собственник. Но теперь ты собственник. Ты купил эту землю. Поэтому Иисус Христос искупил нас от Сатаны. И как только Иисус имел с этим дело, то Он в том числе имел дело и с тем ковидом, и с теми болезнями, которые в будущем могли бы прийти. Он не должен искупать тебя заново. Как тогда я получил это? И я верующий. Потому что Господь скажет, потому что ты не знал моего слова или не применял мое слово. Вы знаете, все верующие знают, что Иисус умер за наши грехи. Но многие не знают о том, что Иисус искупил их от болезней и от немощи. И верующие читали в Писаниях, что ранами Его мы исцелились. Но это было как будто бы часть. Когда Иисус получил раны на свое тело, они еще Его на крест не подняли. Но когда они Его возняли на крест, тогда Он был проклят. То есть Он уже принял это проклятие. Он не только был изранен, но Он был проклят. Поэтому все, что в этом проклятии ты можешь прочитать, в том числе неназванные болезни, все это Иисус Христос искупил нас. И Он взял это на самого Себя. Поэтому ты должен быть свободным. Аллилуйя. Тебе нужно быть свободным, идти свободно. Это не право. Иисус похоронил все эти проклятия и для тебя опять и для тебя опять взял их на Себя. Иисус взял проклятие на твоем месте. Это значит, что Он не хочет, чтобы ковид пришел на тебя опять. Он понес о себе все давление и все немощи. Вот почему Библия говорит, Джеймс 4, Джеймс 4, Противостаньте дьяволу. Отвергнете дьявола. Запретите сатане. Это не то, что ты должен противостань дьяволу. Библия говорит, противостань дьяволу. Библия не говорит, чтобы ты постился против сатана, но чтобы ты противостал ему. Как ты можешь противостать дьяволу? Как ты можешь запрещать ему? Это той властью, которую Иисус тебе дал. Когда Иисус воскрес из мертвых, мы также воскресли с Ним. И когда Он сел по правую сторону Отца, что это означает? Если вы видите самолет, который летает, и вы знаете, что это высоко над землей, ну, может быть, 10 тысяч километров и никто не может прыгнуть туда. Это 10 тысяч метров, то есть 10 километров. И тогда, когда ты смотришь, точно так же с нами. Мы вот так высоко находимся. И когда дьявол смотрит на тебя, Он видит тебя во Христе, посаженным высоко. А там, где как самолет, Он смотрит снизу вверх на тебя. Так как Отец вознес нас во Христе, то мы выше всех самых сильных демонов. Потому что мы во Христе, а Он сидит по правой сторону Отца. Святые ангелы, они никогда не сидели там, где Бог посадил Иисуса. Они стоят перед престолом. Но Слово говорит, что во Христе Господь посадил нас с Ним. Ангелы никогда не получили такой позиции. Они как слуги. Но тебя Господь избрал как дочь и как сына у Отца. А Сатана никогда там не сидел. Поэтому когда ты был воскрешен со Христом, тогда Отец дал Иисусу всю свою власть. Тогда Иисус дает тебе всю власть. Власть, которую дьявол не имеет. И Он ожидает Иисус от тебя, чтобы ты использовал Его власть запрещая дьяволу. Что Иисус делает, когда Он вышел из синагоги в Луке 4 глава? Тогда Он увидел, что мать или теща Петра была простужена, у нее была горячка. Это лихорадка. И она лежала на постели обычно, она лежала и Христос запрещает горячки. Что это означает? Он берет власть, которую Отец дал Ему и приказывает дьяволу уйти. Вот то, что тебе нужно делать против вируса. потому что этот ковид, этот вирус нужно сказать выйди вон из моего тела сейчас. Рак выйди вон из моего тела сейчас. Потому что я был рожден и куплен Господом Иисусом Христом. Мое тело принадлежит Богу. И Христос выкупил меня от каждой болезни. от каждой болезни. Здесь кто-то сейчас. И Бог от тебя одного из своих ушей. Исцеляющая сила в ухе. Примите исцеление от проблемы слуха. Также правая рука была исцелена во время проповедей. Есть женщина и эта женщина или девушка должна идти на операцию глаза. Но Господь исцеляет твой глаз. Это состояние глаза меняется. Мы молимся, чтобы операции не было. И есть также другая женщина, которая хочет поменять глаза, очки на другой размер по причине того, что ухудшается зрение. Но Господь исцеляет это состояние сейчас. Тебе не нужно больше очки, потому что Господь исцеляет тебя. Сила Духа Святого высвобождается. это мы должны понять. Что каждый раз, когда мы приходим в аудиторию как это, и мы славим Господа и поклоняемся Ему, присутствие приходит. Когда присутствие приходит, тогда Божье приходит, тогда болезнь не может активно действовать. Тогда болезнь поглощается Божьей славой. Поэтому Божье присутствие, Божья слава, она защищает нас от немощи болезней. Когда люди заходят в эту аудиторию, они не должны бояться ковида здесь внутри церкви, потому что присутствие Духа Святого здесь. И когда ты славишь Господа и поклоняешься Ему, эта сила высвобождается, чтобы разрушить немощи и болезни. В присутствии Божьем написано есть полнота радости перед лицом Твоим. Есть свобода и исцеление от Его присутствия. Освобождение в Его присутствии. Нет никаких ус, нет никаких цепей в Его присутствии. Есть исцеление, есть освобождение, радость в Его присутствии, присутствие Духа Святого. И написано в Библии полнота радости, болезнь вон. Немощь вон во имя Иисуса. Итак, люди не должны бояться ковида в Доме Божьем. Там, где Дух Святой пребывает. Там, где ты молишься в Духе Святом. Потому что, когда ты молишься в Духе Святом, тогда ты отвергаешь болезнь, немощь, она отходит. И нам нужно научиться обнаруживать Божье присутствие. Нет никакого страха в Его присутствии. И поэтому люди Божьи не должны бояться, приходя в церковь. Есть церкви, которые не знают силы Духа Святого. Но эта церковь, она знает Духа Святого. Ваша церковь, она знает, как молиться в Духе Святом. Вы понимаете Его присутствие. И когда только приходит Его присутствие, тогда радость, тогда исцеление, тогда освобождение. И узы разрушаются. И поэтому тогда узники освобождаются и выходят на свободу. И поэтому, если ты здесь сегодня, и если ты нуждаешься в исцелении, пожалуйста, подними свою руку. Мы освобождаем Божью силу на тебя. Во имя Иисуса Христа. Мы реализуем или посылаем Божью силу силу Духа Святого на вас, чтобы оно текло в твое тело и освободило тебя. Чтобы от каждой немощи болеялись, от каждой немощи, от каждой язвы, от каждого уза или каждого ига. Пусть будешь свободен во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Позвольте сказать вам. В Псалом 91, 10, He says, Neither shall any plague come near your dwelling. Now, understand that before Jesus went to the cross, people were not given authority about devils. Люди не имели власти над сатаной. He gave authority to 12 and then to 70. А, тогда Господь дал власть 12 ученикам, а потом 70. Но в чем разница сегодня? Что каждый верующий теперь имеет власть во Христе над демонами. Если бы Христос не победил сатану, тогда ты не имел бы этого права. Но Иисус победил сатану. Сатана находится под вашими ногами. Поэтому Он, Иисус, дал тебе нам власть. Что это значит? Это значит, что у тебя есть право связывать всякую язву, которая пытается прийти к тебе в дом. Позвольте это сказать. Каждая страна имеет свое воздушное пространство. Есть некоторые страны, которые решают закрыть свое воздушное пространство для самолетов. Например, на период ковида. И поэтому они решают, что самолеты из тех и тех стран не имеют права больше пролетать. Они не должны прилетать сюда. Послушайте внимательно. Твой дом — это место твоего воздушного пространства. Сатана не имеет права пересекать твое пространство. Он не имеет права пересекать. Поэтому то, что все, что приходит в это воздушное пространство, у тебя есть власть связать это. Поэтому ты должен пойти домой и сказать, во имя Господа Иисуса Христа, никакого вируса не должно быть здесь больше. Святую тебя именем Иисуса Христа. И я высвобождаю Божью силу на моем доме. Потому что ты можешь контролировать то, что является в твоем духовном мире, в воздушном пространстве. Ты контролируешь то, что находится на твоем офисе, где ты работаешь. В твоем магазине. И куда станут твои стопы на земле, это твое место будет. И Библия говорит, место будет ваше. Поэтому Сатана не имеет права. Ты должен взять власть на него. И ты можешь сказать, дьявол, я искупленный кровью Иисуса Христа человек. Я был перенесен в другое царство. И он дал мне власть. Я связываю тебя во имя Иисуса Христа в моем духовном пространстве. Ты не должен, тебе не разрешено находиться в моем пространстве. Болезнь и немощь. Тебе не позволено находиться в этом пространстве. Рак, тебе не позволено находиться в этом пространстве. Связываю тебя именем Иисуса Христа. Изгоняю тебя. Изгоняю. И высвобождаю силу Духа Святого в мою жизнь. Ты тот, кто можешь связывать и освобождать, и развязывать. Но многие верующие так не делают. Они никогда не используют власть. Но именно то, что делал Иисус по отношению к демонам, он выгонял их. Один из первых знамений, что знамения, которые будут следовать верующим, там написано, что они будут изгонять бесов. Там не написано, что Бог будет изгонять бесов. Написано, что верующие будут сопровождать знамения. Они будут изгонять бесов. Именем Моим. Вот как футбол. Вы делаете кик. Есть такой кик-боксинг. То есть ты ударяешь по мячу. И поэтому дьявол должен быть изгнан. Дьявол, если... Если дьявол будет изгнан, тогда и COVID вместе с ним будет уходить. Поэтому, когда ковид или когда вирус уходит, за твою дверь, ты прямо говори, я изгоняю тебя именем Иисуса. Изгоняю тебя именем Иисуса. Потому что у тебя есть власть. У тебя есть... Ты совершил власть. Ты не обычный человек. Ты во Христе. И Он дал тебе власть. Он дал тебе силу. Через Духа Святого. Тебе нужно нести силу и власть. Но люди не смотрят на это. Они слушают новости. Они слушают ученых. Ну, слава Богу за ученых. Но если они не во Христе, они не поймут, что мы говорим сейчас. Они не понимают духовных законов. Поэтому они не понимают, не ожидают. Но Бог хочет, чтобы Божьи люди знали, что это время для них встать в силе. В день Пятидесятницы, когда Дух Святой пришел на землю, Он везде присутствует теперь. То есть, если вы вот так помашете своей рукой, здесь есть воздух. Но воздух не только здесь. Дух Святой находится повсюду. Повсюду присутствует. Многие люди имеют телефоны. И твой телефон принимает сигнал. И поэтому вот этот нетворк, это сеть, мобильная сеть, которая связана, она обнаруживается. И есть много, что происходит в воздухе. Есть интернет в воздухе. Телефонные сигналы, радиосигналы, телевизионные сигналы. Но Дух Святой тоже в воздухе. Он повсюду присутствует. И куда бы ты ни пошел, Он всюду будет с тобой. И там, где бы Он ни был, там есть сила. Там есть сила Духа Святого. Там, где Он всюду присутствует. И понимаешь, тебе нужно учиться, как активизировать Божью силу в тебе. Тебе нужно учиться, как это пустить в действие. Позвольте по-другому сказать. Электричество находится в этом здании. Компания электрическая, энергетическая. Они производят электричество. Но ты, кто получаешь доступ туда, электрическая компания, они не пойдут, чтобы включить твой выключатель. Они только должны обеспечить все электричеством. Но они не должны включать розетку, вилку вместо тебя. Ты это делаешь. Если ты не делаешь этого, то это остается неиспользованным. Послушайте внимательно. Бог обеспечил силу Свою, то есть предназначил обеспечивание. Но ты тот, кто решаешь ее использовать. Сила не действует сама по себе. Как и электричество. Оно не будет само по себе истинным находить. Нам нужно включиться в нее. Ты использующий электрический ток. А если ты не используешь, ты включаешь, это не работает. Точно так же с Духом Святым. Дух Святой обеспечивает тебя силой и властью. Но тебе нужно решиться, чтобы это использовать. Как ты будешь использовать Его силу? Когда ты говоришь слова веры. Когда ты используешь силу крови Христа. А, как женщина, которая имела проблему крови. Она говорила слова веры. А это не просто, что произошло, вот Господь сам ее взял и исцелил, но потому что она говорила, Господь не коснулся ее рукой. Но она пришла, коснулась его. И когда она коснулась его с целью, тогда произошло освобождение, реализация силы Божьей и прикосновений. И тогда Господь сказал женщине, это вера твоя спасла тебя. Твоя вера совершила это. Не я это сделал. Но твоя вера, потому что ты упражняешь веру, потому что ты говоришь веру, поэтому тогда твоя вера, она начинает нести, распространять силу Иисуса Христа, высвобождая ее. Поэтому, когда ты открываешь свои уста, и ты говоришь, я искупленный кровью Христа, я мужчина или женщина, когда ты исповедуешь и провозглашаешь, когда ты говоришь, что я освобожденный, искупленный от проклятия Иисусом Христом, женщина-мужчина, Христос искупил меня от всякого болезни, когда Христос искупил меня от всякой язвы, от ковида, тогда сила, сила Духа Святого приходит в действие и она начинает действовать и освобождать тебя. Мы должны научиться, как активировать Божью силу. Божья сила присутствует везде, повсюду, потому что Дух Святой везде. Ты можешь молиться Богу везде, где бы ты ни был, потому что Дух Святой там. Везде присутствует. Он на рынке, он на рынке, он в магазине, дома, он повсюду. И там, где он есть, есть сила. Но ты тот, кто должен научиться это использовать. Он должен ожидать тебя, когда ты будешь использовать силу. Это та вера твоя, которая использует силу. Это не страх. Когда верующие начинают говорить страх, сила уходит. они должны говорить веру. Они должны говорить, что Бог говорил. И что Бог говорил? Что Христос искупил тебя от власти закона. Это не то, что будет когда-то. Это уже случилось на Голгофе. Все, что тебе нужно, это принять то, что Иисус Христос сделал. Это то, что Иисус Христос уже сделал. Он не должен опять приходить на землю, чтобы умирать. Он уже сделал это для тебя. Поэтому ты можешь поднять руку и сказать, я верю, что Христос искупил меня от вируса. Я верю, что и вирус был взят на крест. И я не позволю этому вирусу прикинуть мое тело. Я противостою всякой немощи в моем теле. Я отрицаю и изгоняю именем Иисуса Христа. Я выбираю быть здоровым во имя Иисуса Христа. И тогда дьявол начинает убегать. Вам нужно обязательно противостоять дьяволу. Молитесь Богу о мудрости. Если вы идете и скажете, Отец, избавь нас от ковида. Тогда Отец скажет, я уже избавил. Когда я послал Иисуса на крест, я уже в нем дал победу. И Иисус тело было проклято за тебя, вместо тебя. Он взял проклятие от тебя. Но Отец говорит, что Небесный, что ты принимаешь ложь сатаны. Что ты имеешь в виду? Я не говорил, что COVID-19 находится вне. Но сатана хочет принести это тебе. У него нет на этом власти. Например, если ты едешь по дороге и полицейский остановит тебя, что он спросит от тебя? Он скажет, покажи мне твой документ. Покажи мне документ. Ты скажешь, но полицейский ты скажешь, знаете, я уже столько лет управляю автомобилем. Я очень хорошо вожу автомобиль. Но он остановит тебя. это не то, что я тебя спрашиваю. Я спрашиваю, дай мне твои права. Поэтому, если у тебя нет документа, тогда ты не можешь больше управлять. У тебя есть способность управлять, но у тебя нет права управлять. Если у тебя нет документа, у тебя нет права это делать, нет власти. Месяц назад, один таксист взял его в церковь, и полицейский остановил таксиста. Покажи мне твое разрешение. У водителя было фейковое, то есть ложный документ. И полицейский хотел остановить машину и сказать, и полицейский остановил его и сказал, у тебя отдельные права, ты не можешь больше ехать. А я ему сказал, что я еду в церковь. И он сказал полицейскому, если ты его остановишь, значит, ты остановишь меня, чтобы я не попал в церковь. Тогда полицейский разрешил его довезти до церкви. Ну вот, слава Богу. Что я хочу сказать, что когда дьявол приносит вирус, спроси у дьявола его права. У него нету права. У него нету права на это, чтобы оттоковать себя. Потому что этот документ, закон, был пригвожден ко Кресту. Когда Христос пролил свою кровь, что дьявол больше, он не имеет права ни на какие документы. Сатана, он идет без права, без документов. Это не значит, что у него есть власть это делать. У него нету права. Но это проблема. Верующие не требуют от сатаны или позволяют ему, можно сказать, делать. Они смотрят на симптомы. Они говорят, о, я чувствую что-то не то. Пойду к доктору и проверю, что я получил. А дьявол ничего не знает о сатане. Он ничего не знает о демонах. Он говорит, что с тобой неправильно. Но он не понимает духовного мира. Он не понимает атак сатаны. И тогда он начинает проверять тебя, как ты чувствуешь. Что ты должен был сделать, это сказать, дьявол, я не позволяю тебе положить это на меня. Я не принимаю это в меня. У тебя нет права. У тебя нет власти надо мной. Принести свои болезни на меня. Я искуплен, омыт крови Иисуса Христа. Поэтому тебе нужно, нам нужно понимать, что сделал Иисус. Каждый раз, когда я чувствую симптомы, я начинаю говорить демонам. Я сразу говорю, что я искуплен кровью Христа. Я искуплен кровью Христа. Я выкуплен, искуплен кровью Христа. И Он искупил меня от всякой немощи и болезни. И я отказываюсь принимать это. Поэтому сейчас, когда ты знаешь, что ты искуплен, у тебя есть выбор. Ты можешь выбрать это принять немощь и болезнь, подчиниться ей. И выбор не в руках дьявола, оно в твоих руках. Сатана не имеет права, он не может выбирать за тебя. Он не может выбирать за тебя. У него нет власти принимать решения над твоей жизнью больше, потому что он побежден. Вот что значит быть искупленным. Это значит, что Сатана больше не делает за тебя решения. Он больше не может за тебя принимать решения. И он не имеет права. Но некоторые верующие позволяют Сатане управлять. Но у дьявола нет права. У него есть способности, но у него нет права. У него нет права использовать свои способности против тебя, потому что ты искуплен кровью Христа. И Сатана не может унизить и умолить цену и плату, которую Христос совершил за тебя. Дьявол подошел к Богу Дьявол мог сказать Господу, ты поступил нечестно, ты забрал этих людей у меня. А Бог скажет, «Господь говорит, возьмите мне the same quantity and quality of blood that Jesus shed and I'll give them back to you». Господь говори Сатане, возьми то качество и то количество крови, которая пролита. If you want them back, if you want these people back, если ты хочешь получить этих людей обратно, которые ты потерял, Сатана, ты потерял людей, они стали моими. Если ты хочешь получить их назад, ты должен заплатить большую цену, чем заплатил Иисус Христос. But Satan said to the Father, I cannot get you the same quality of blood that Jesus shed because Jesus' blood is sinless. I can get you the same quantity but not the same quality because Jesus' blood is sinless. Он может предоставить то количество крови, то есть, может быть, кто-то из людей имеет то же количество, но не качество. Сатана говорит с Богом, «Where do you expect me to get sinless blood? Only Jesus has sinless blood». «Где ты ожидаешь от меня?» Это он так, представление говорит. «Откуда я могу взять непорочную, причистую кровь? Только Иисус имеет чистую кровь». Поэтому Отец Небесный говорит. The case is dismissed. The case was dismissed. It was thrown out. That means Satan cannot get you back. Because he cannot bring sinless blood. He cannot bring sinless blood to God. Jesus' blood was sinless. You have been redeemed with sinless blood. And Satan cannot catch the price. So he cannot get you back. 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 He cannot get you back because he cannot pass the price. He cannot get you back. So he was kicked out. So he was kicked out. So he was kicked out. Hallelujah. Sлава Господу. And so he cannot make a choice as to what will happen to you. So he can't have a choice as to what will happen to you. So he can't make a choice as to what will happen to you. When you walk by sight, 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 when you come to you, when you feel symptoms, if you don't know, what to do when you feel symptoms, when you feel symptoms, I wonder what sickness I've got now. И ты начинаешь говорить, ой, я думаю, что же у меня за симптомы? Нам не нужно, мы не отрицаем симптомы. Но мы отрицаем власть сатаны над нами, скажите. Вы должны дать знать сатане то и другое. Я отказываюсь принимать эти симптомы. Я отказываюсь принимать это. Иисус искупил меня от этого. Иисус искупил меня от каждой язвы. Я свободен. Дьявол, вон, вон, вон во имя Иисуса. Убирайся вон, убери свои руки от моего тела. Я не принимаю это. Потому что я был искуплен. И тогда дьявол убегает. Но если ты не выгонишь его, он будет садиться тебе на плечо. Но демоны будут садиться на плечо. Но поэтому многие христиане не противостоят ему. Женщина, которая чувствует симптомы здесь, она идет к врачу. Ну, слава Богу за врачей. Но они не знают о демонах. Они сами боятся сатаны. Да. Ехали в машине, он говорит, я радуюсь. Но, видите, он, дьявол, Бог хочет... Если ты пойдешь в Нарвскую медицинскую школу и к профессору медицины, и скажешь, расскажите мне о демонах. Он говорит, мы не хотим об этом говорить. Мы не будем об этом говорить. Вот так в Африке смеются даже больше. Аллилуйя, слава Богу. Потому что докторы и доктора они тоже побаиваются этой сферы. Поэтому, что я хочу пытаться сказать в этот вечер, это то, что Христос уже тебя искупил от болезни. Тебе нужно стать против Него, против сатаны. Ты больше не являешься моим содержанием. Ты не часть моя. Потому что Христос искупил меня. Я принимаю искупление Господа. Я выбираю быть здоровым. И прежде чем я закончу проповедь, последнее скажу. И это, если ты имеешь Духа Святого в тебе, the scripture says he will quicken your body. He will quicken your mortal body. Романс 8.11 Да, Библия говорит, что он если тот же самый Дух Святой живет в тебе, тогда он и оживит наши смертные тела. Да, 8.11. Yes, the same Spirit who lives him. Если тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Что это означает? Это значит, он держит тебя свободным от болезни. Он будет разрушать болезни, силы Божьи. Потому что сила Божья внутри тебя. Сила Божья держит тебя здоровым. И не написано, он может. Написано, он будет. Поэтому, когда он оживает, оживляет твое смертное тело, твое тело становится крепче и сильнее, сильнее и здоровее. Поэтому Дух Святой сделает тебя сильнее и крепче. Он хранит тебя от болезни. Он хранит тебя от немощи. Он делает тебя сильным. Но вы должны верить Богу, что Он сделает это. Скажите, как я сделаю это? Ты говоришь, я верю, что тот Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет во мне. Он оживляет мое смертное тело Духом Святым. И от болезней оживляет, освобождает. И все дни же моей жизни. Дух Святой есть мое здоровье, мой друг. Он дает силу, крепость моему телу. Вот как ты активизируешь исповеданием веры. Дух Святой — мое здоровье. Дух Святой — моя сила. Он моя крепость. Он дает мне силу, да это здоровье. Все в моей жизни. Вот как ты начинаешь его. Ты говоришь, Дух Святой — моя помощь. Он моя помощь, мое здоровье. Он здоровье моему телу. Он разрушает болезни моего тела. Все дни моей жизни. Он дает мне силу, здоровье, крепость. Все дни моей жизни. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Вот как это действует. Вот как это действует. Скажите со мной сейчас. Дух Святой, Ты дает мне силу. Ты разрушаешь немощь в моем теле. Ты разрушаешь болезнь. Ты освобождаешь Божью силу в моей жизни. Ты посылаешь немощь. Ты посылаешь мне силу в нем. Ты даешь здоровье, крепость, силу, крепость, здоровье во имя Иисуса. Все дни моей жизни. Вот как я запускаю это в действие. Аллилуйя. Это как ты действуешь. Аллилуйя. Вот как ты начинаешь. Мы благодарим Тебя, Господь. И теперь во имя Иисуса. Пусть сила Духа Святого будет высвобождена. 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 Над каждого. Разрушь каждую немощь и болезнь. Разрушь каждую немощь. Всякую болезнь. Разрушь ее. Разрушаем этот. В именем Иисуса. И именем Иисуса. И исцеление Господне. Высвобождаем сейчас. И исцеление Господне. Высвобождаем сейчас. Высвобождаем. И те, кто смотрят в телевидении, примите исцеление Господа. Примите силу Божьей. Связываем духи давления. Духи немощи. Духи немощи. Вон, вон из людей. Во имя Иисуса. Вон во имя Иисуса. Вон во имя Иисуса. Вон. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Сейчас. У кого-то была проблема с почками. Проблема с почками. Господь исцеляет. Бог исцеляет вас от проблемы почки. Примите свое исцеление. Кто-то получает тепло, силу, свои ноги, исцеляет ваши ноги. Господь делает это. Примите исцеление свое. Кто-то исцеляется. Иисцеляет это колено. Слава тебе, Господь. Аминь. Отец, мы даем тебе славу. Мы даем тебе славу. Мы даем тебе славу. Мы даем тебе славу. Мы даем тебе славу и славу. Мы благодарим тебе за исцеление силы Духа Святого. Это высвобождается. Примите. Примите. Он называет болезнь. Он называет болезнь. Он называет болезнь. Он называет болезнь. Есть какая-то кость, которая есть проблема. И также, кто-то с болезнью. Да, что-то с костями связано. Примите свое исцеление. Примите свое исцеление. Бот касается, касается, касается. Примите исцеление во имя Иисуса. Прямо сейчас во имя Иисуса. Примите свое исцеление в名ем Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя, слава. Примите, примите, примите. Примите во имя Иисуса Христа. Примите во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Это уже чувство Бог исцеляет. И поясница в том числе. Отец, мы благодарим. За большее движение исцеления. Больше движение исцеления. Да, я чувствую присутствие. Я чувствую. И это будет больше в вашей церкви. Больше. Когда придут люди, просто говори, я высвобождаю силу исцеления. Я высвобождаю силу Духа Святого, исцеляющую. Говорите так, Он говорит. И еще больше будет исцеляющее помазание. И Бог умножает помазание на твоей жизни, Он говорит мне. И исцеление помазания. Слово знания умножится в тебе, Он говорит. Чудеса будут происходить. Чудеса будут течь. Больше силы. Больше силы. И каждый раз, когда придешь сюда, Он говорит. Говори, я высвобождаю Божьи силу Духа Святого. Это будет исцеление. Центр исцеления, Он говорит. Центр исцеления. Это будет центр исцеления в Нарве. Центр исцеления в Нарве. Центр исцеления в Нарве. Аллилуйя. 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 Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава. Аллилуйя. Глория. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Аллюзия.